Здравствуйте! Мы готовы подвести информационные итоги недели. На Ямале есть первые выздоровевшие после коронавируса вахтовикам ужесточат въезд в регион, а у православных и северных журналистов сегодня праздник. Подробности через несколько секунд в студии Наталья Худяева. На сегодняшний день выписанное все, естественно, находится в удовлетворительном состоянии. Первая победа над коронавирусом, но двоим еще нужно долечить невмонию. Частного рингойцев сегодня покинули инфекционный госпиталь. И убежден, что в эти дни мы должны создавать все, чтобы условия работы наших медиков были максимально комфортны. В Новом Уренгое, Салихарде, Ноябрьске и Надыме медики обживают гостиницы. Номера оборудованы для всех, кто непосредственно контактирует с инфицированными COVID-19. Технологии для спасения новарингоец Николай Черепанов изготовил на 3D-принтере маски для работников инфекционного госпиталя. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Помогут остаться на плаву. Федеральный центр и правительство Ямала принимают новые меры поддержки предпринимателей. Будем просить Бога о том, чтобы дорвался нам здравие, долгоденствие. Смертью смерть поправ православные верующие отмечают Пасху. Теперь обо всем по порядку. Первые новарингоецы, находившиеся в инфекционном госпитале с коронавирусом, во вторник покинули его стены, но двоим больничный пока продлен. Им необходимо отдалечить пневмонию. Об этом рассказала Ирина Чайковская, заведующая инфекционным госпиталем в Новорингойской больнице. Она подчеркнула, что пациенты, если можно так сказать, были максимально комфортными для врачей. Они не паниковали, четко выполняли все рекомендации медиков, что способствовало их скорому выздоровлению. Это были первые пациенты, которые требовали максимальной концентрации, потому что они были, во-первых, и первые. Из четырех человек двое были с пневмонией. Поэтому, естественно, все прекрасно понимают, что именно пневмония как осложнение угрожаемая по всем самым неблагоприятным исходам. На сегодняшний день выписанные все, естественно, находятся в удовлетворительном состоянии. У них у всех два мазка. То есть критерием выписки являются два отрицательных ПЦР-мазка. ЗЕВ и НОС. Вот у них все это сделано, и поэтому мы их уже спокойно, как полностью выздоровевших, не опасных для окружающих, выпускаем. В условиях опасности распространения коронавируса ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. И уж тем более в этом вопросе не стоит доверять мнению различных блогеров. Но держать дома аптечку с определенным набором лекарств и медикаментов необходимо. Чего точно не стоит делать, так это скупать лекарства по рекомендациям сети интернет. Кто бы не писал, что они якобы эффективны против нового коронавируса. Специфических препаратов для лечения COVID пока нет. Те, что рекомендованы, ВОЗ обладают серьезными побочными действиями. Их могут назначать только врачи и только в условиях стационара. Впрочем, это не значит, что совсем беспокоиться о лекарствах не надо. В домашней аптечке должны быть препараты на непредвиденный случай. В условиях карантина это, во-первых, избавит от необходимости лишний раз бежать в аптеку, а кроме того, позволит не растеряться в случае ЧП, например, пореза или незначительного ожога. Итак, в коробочку с лекарствами стоит положить противоаллергические и жаропонижающие препараты. Если дома нет термометра, его стоит купить. Затем берем антисептики для обработки рана, а также бинты, ватные диски, пластыри. Не лишними будут сорбенты. Они пригодятся, если возникнут проблемы с желудком. Список можно дополнить привычными средствами от кашля и гриппа. Кстати, в качестве барьера от любых вирусов медики советуют шить или покупать маски, а также приобретать антисептики для рук и назальные спреи. Должна быть маска медицинская, основное профилактическое средство, которое препятствует распространению вируса посредством чихания, разговора и проникновению вируса через верхние дыхательные пути. Значит, должна быть в такой аптечке марля, марлевая повязка, отрезок марли какой-то. Антисептик для рук, глазные капли, например, желательно, конечно же, с антисептическим антибактериальным эффектом. Подобные капли можно закапать после возможного контакта с человеком больным коронавирусной инфекцией. Те, кто регулярно принимают препараты, астматики, диабетики, гипертоники, обязательно должны запастись своими лекарствами и желательно, чтобы хватило их минимум на месяц. При необходимости врачи смогут проконсультировать пациента даже по телефону, но заботиться приобретением лекарств придется самим. С покупкой препаратов людям из группы риска должны помочь родственники или волонтеры, и здесь не надо стесняться просить о помощи. Для тех, кто получает льготные лекарства, процесс доставки сегодня уже автоматизирован. Идти со своими препаратами в аптеку теперь не надо. Врачи созваниваются с пациентами, выписывают рецепты и передают их в отдел лекарственного обеспечения. Там в соответствии с назначением формируется посылочка, которую курьеры или волонтеры приносят льготникам на дом. Причем, если раньше льготные препараты выдавались на 3 месяца, то сейчас это сразу полугодовой запас. Сейчас можно выпить препараты, выдаваться до 180 дней. То есть не как было раньше на 90 на 3 месяца, сейчас за 6 месяцев мы можем выписать препараты по потребности человека. Если по какой-то причине жизненно важные препараты пока не выданы, льготникам нужно позвонить в колл-центр городской больницы. Сегодня он работает уже в круглосуточном режиме и при необходимости связывает пациентов с участковым терапевтом. Люди, они могут, во-первых, позвонить на телефон колл-центра, сказать о себе, что они льготники, что они нуждаются в препаратах. Соответственно, эта информация передается на участковую службу. Препараты выписываются, и в ней выписываются рецепты, доставляется все в аптеку, и там формируется, потом разводятся люди. Система доставки льготникам организована с целью уберечь людей от встречи с инфекцией. В условиях повышенной опасности людям из групп риска необходимо внимательно относиться и к рекомендациям врачей, и к собственному здоровью. И важно помнить, что главное средство в борьбе с коронавирусом по-прежнему – самоизоляция. Но варенгоец Николай Черепанов изготовил на 3D-принтере маски для работников инфекционного госпиталя. Энтузиаст передал докторам более 30 визоров. Тем самым он полностью обеспечил медперсонал самого востребованного отделения защитными экранами. Врачи уже оценили подарок, отметив, что такая маска значительно снижает риск заражения коварным вирусом. Здравствуйте. Здравствуйте. Пишу маски вам. Раньше на 3D-принтере он печатал игрушки для сына, а жене – формы для выпечки. Теперь, когда пришла беда, занялся медицинскими масками. Идею перенял у западных энтузиастов, которые массово изготавливают визоры для своих врачей. Вчера в инфекционный госпиталь Николай принес 29 защитных экранов. Сегодня еще 10. Всем очень понравилось. У нас попросила лаборатория. Мы раздали процедурным медсестрам. Очень удобно ходить на обход в палаты. Спасибо большое. Мы видели много раз это в заграничных. Врачи используют такие вещи. У нас таких не было. Фиксируется хорошо. Сзади можно уплотнить, если нужно. Поэтому мы очень довольны и очень неожиданно было. Спасибо большое. Прям умелые руки. Спасибо. Основные преимущества визора – это надежная защита от различных жидкостей, которые могут попасть на лицо врача при работе с инфицированным, и простота изготовления. Сделать маску, рассказывает Николай, может любой владелец 3D-принтера. Печатается только ободок. На одну такую деталь уходит час-полтора. Потом в обложке для брошюр форматом А4 нужно проделать отверстие. И щит из пластика готов. Готовый визор имеет такую форму. То есть, по желанию, пользователь может как-то скруглить, отрезать лишнее. То есть, можно сделать короткое под очки или полностью, чтобы еще рот закрывало. Еще один плюс защитного экрана – он многоразовый. Обработав антисептиком, такую маску можно использовать снова и снова. Ее можно легко обработать антисептиком. Я дома проверял спиртом 80-процентным, хлоргексидином, перекиси. То есть, она не мутнеет и функции сохраняет. Так же само и прозрачный лист. Этот визор именно от прямого попадания брызг. Если, допустим, на доктора кто-то чихнул. Потому что один из основных путей заражения коронавирусом – через глаза. Это либо нужно одевать очки, а еще лучше, если поверх очков подобный визор. То есть, прямое попадание брызг, оно останется, естественно, на маске. А маску, которая такая индивидуальная, она обязательна. Врачи уже оценили подарок энтузиаста. А Николай строит новые планы. Если будет потребность, готов напечатать переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Николай Александров. Служба новостей «Импульс». В Новом Ирингое, Салихарде, Ноябрьске и Надыме медики обживают гостиницы номера, оборудованные для всех, кто непосредственно контактирует с инфицированными COVID-19. Сегодня в регионе на переднем крае находятся около сотни врачей и другого медперсонала. Отмечу, доктора сами попросили оградить их семьи от возможного заражения коронавирусом. Руководство Ямала создало для этого все необходимые условия. Продолжение темы далее. Работа медиков всегда сопряжена с риском, но сегодня во время эпидемии он возрос многократно. Врачи-медсестры действительно на переднем крае борьбы с коронавирусом. Многие работают без сна и отдыха, чтобы сохранить здоровье, а порой и жизнь пациентов. Медики сегодня вынуждены уходить в изоляцию. Это значит, что с родными им приходится общаться исключительно по телефону и скайпу. Мера вынужденная, но крайне необходимая только так. Работники здравоохранения могут обезопасить свои семьи. Это серьезное испытание, но ради общего блага врачи на неопределенный срок переезжают в гостиницы. Сегодня они организованы в четырех городах Ямала. В Новом Ирингое, в Салихарде, в Ноябрьске и Надыме. Мы приняли решение во всех ямарских городах развернуть на базе гостиниц специальные места отдыха с многоразовым горячим питанием. И убежден, что в эти дни мы должны создавать все, чтобы условия работы наших медиков были максимально комфортные. Более 40 комнат для новооренгольских медиков подготовили в гостинице Ямал. Сотрудники отеля показали, в каких условиях там будут проживать врачи. Часть номеров уже заняли постояльца. Пока это в основном младший медперсонал. Предусмотрены не только уютные номера, но и бесплатное трехразовое питание. Медики обеспечены питанием. В номерах есть все необходимое. Минимум бытовых вопросов. После непростой трудовой смены медиков ждет только вкусная еда и отдых. Для тех, кто ежедневно работает практически в военных условиях, возможность психологической разгрузки особенно важна. В номерах есть все. Отдельный санузел, кабельное телевидение, интернет, чайник, голодильные принадлежности. С созданными условиями ямальские медики, кажется, пока довольны. Все замечательно, все необходимое. Питание трехразовое. Все замечательно, никаких претензий. Нам все нравится. Отдых замечательный после рабочей смены. Все работает, все хорошо. Все отлично. Телевидение, чайники в номерах. Поэтому мы очень рады и довольны. Спасибо. Хороший номер, стандартный. Есть телевидение. Правда, еще не пробовал, но думаю, что есть. Кровать такая вот у нас. Имеется санузел, шкаф. Комфорт – бесспорно важная составляющая. Однако здоровье врачей и персонала гостиниц сегодня на первом месте. Поэтому во всех пунктах размещения меры безопасности усилены. Сотрудникам отеля выданы средства индивидуальной защиты. Горничные используют не только маски, но и специальные костюмы. Места общего пользования проветриваются и дезинфицируются. В помещениях установлены озонаторы и кварцевые лампы. В холлах и на этажах выставлены антисептики. Впрочем, необходимую дезинфекцию медперсонал проходит еще в больнице, сразу после выхода из так называемой «красной зоны». Россияне как могут благодарят врачей за пот, слезы, радость выздоровления, им бессонные ночи. Но самая главная награда для медиков – это наша сознательность. Готовность помогать, прежде всего, оставаясь дома. В непростое время мы сейчас с вами живем. Но наступил такой момент, когда всем нам очень ответственно надо отнестись к тому, что мы с вами делаем. Потому что от каждого из нас, от нашего с вами поведения, зависит, примет ли эта эпидемия молниеносный неуправляемый характер или будет протекать достаточно контролируемо, без больших серьезных последствий для нашего с вами здоровья. Власти региона стараются создать для медиков максимально комфортные условия Но то, насколько быстро страна сможет справиться с нависшей угрозой, а врачи вернутся в свои семьи, зависит буквально от каждого из нас. Поэтому поддерживаем врачей и, по возможности, остаемся дома. Министерство здравоохранения мобилизует всех медиков на борьбу с коронавирусом. Наша редакция связалась с врачом молодежной сборной России по волейболу и по совместительству главным доктором молодежки «Факела» Ильей Ершовым. Сейчас он трудится в московской клинике имени Бурназяна. Там сегодня находится 90 инфицированных пациентов, большинство из них в средней степени тяжести. Около 20% тяжелые. Как рассказал доктор, ощущается нехватка медперсонала на рабочем месте. Приходится находиться по 16 часов. Илья Ершов полагает, что пик заболеваемости еще не пройден и советует всем максимально ограничить свои контакты. К теме происшествий с крыши прыгать не хотел, просто требовал к себе внимания. Так объяснил свое поведение участник инцидента, который произошел в среду на улице 26 съезда КПСС. Напомню, около 15.30 молодой человек пробрался на крышу пятиэтажки и разгуливал там, периодически усаживаясь на край. По словам очевидцев, он выкрикивал фразы «Я не виноват и меня подставили». Селыкам и спасателям понадобилось около часа, чтобы уговорить его оттуда спуститься. Как нам рассказал источник знакомой ситуации, мужчина поссорился с женой и родственниками. И таким образом решил привлечь внимание к своей персоне. Прыжки с крыши в его планы не входили. На Ямале продолжается карантин в Пангодах и Ханемее. В этих небольших поселках сложилась самая сложная эпидемиологическая обстановка. Особый режим будет действовать, пока ситуация не стабилизируется. В поселках работают системы оповещения, трудятся волонтеры. Сами жители стараются соблюдать все требования и без лишней нужды не выходить на улицу. То, как быстро удастся справиться с коварным вирусом, зависит от сознательности каждого ямальца. Ежедневно волонтеры посещают десятки адресов. В Ханемее карантин введен с 5 апреля. Общественники привозят продукты и медикаменты. Покупают все строго по списку. Впрочем, не отказывают и в других просьбах. Понимают, для вынужденных домоседов они единственная связь с внешним миром. Нуждается в основном поселок в медикаментах и продуктах. Очень редко бывает, что нужно передать передачки какие-то. И мы, конечно же, помогаем в этом. Некоторым нужно положить на счет, чтобы заплатить за квартиру, допустим, либо заплатить кредиты. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей на строгой самоизоляции. Круг их контактов установлен. У каждого взяты анализы. В их подъездах установлены камеры видеонаблюдения. Данные с них передаются сотрудникам полиции. За все это время зафиксировано несколько случаев нарушения карантина. Семерым жителям выписаны штрафы. В администрации поселка предупредили – меры по соблюдению карантина будут усилены. Мы усиливаем еще больше контроль над соблюдением режима карантина. Касается это каждого. Мы это делаем в первую очередь в целях вашей же безопасности. Благодаря работе полиции, наших казаков, ДПД, мы усиливаем контроль на улице. Говорил предупреждений – нет. Все, вышли на улицу без уважительной причины – сразу же протокол. То же самое будет касаться родителей, чьи дети выходят гулять на улицу. В поселке организована дезинфекция улиц и дворы, детские площадки, места общего пользования, магазины, аптеки и здания соцучреждений. По несколько раз обрабатывают специальным раствором. Подъезды жилых домов дезинфицируют раз в два дня. Оперативный штаб в Ханемее работает круглосуточно. Ситуация в Пангодах также стабильная. Жители поселка карантин не нарушают. Предприятия с непрерывным циклом продолжают работать в прежнем режиме. Въезд в поселок и выезд из него запрещен. За этим круглосуточно следят на двух КПП сотрудники полиции. На территории поселка у нас работали бригада Ямал-Спас по обработке поселка. За это время обработано 166 домов, 57 объектов поселка. И городообразующие предприятия также у себя на территории провели обработку, что закреплено актами. То есть поселок на сегодняшний день полностью обработан. В администрации района сообщили, что с продуктами питания и товарами первой необходимости перебоев нет. Машины с продовольствием заходят по спецпропускам. В аптеках и магазинах малолюдно. С теми, кто вообще не может выходить на улицу, работают волонтеры. В округе уже применяют систему видеонаблюдения за теми, кто обязан соблюдать карантин. Камеры устанавливаются у квартир граждан, которым запрещено покидать жилье на определенный срок. 18 электронных контролеров уже смонтировали в Ноябрьске, еще 8 в Новом Уренгое. Информация с них передается в единую диспетчерскую, где установлена специальная программа. Специалисты наблюдают за квартирами в режиме онлайн. Контроль за соблюдением карантина идет и через сотовую связь по геолокации. В систему заносят номера всех, кто обязан соблюдать режим. Если человек вышел за пределы своего жилья, это тут же отображается на карте красным значком. Дальше информация поступает полицейским. Основная задача стоит разъяснительная работа в надежде на то, что все-таки граждане у нас самосознательные, имеют совесть и следят за тем, чтобы не нарушать этот режим. И, соответственно, они подвергают опасности жизни своей и окружающей, с кем они могут оказаться в контакте. Ямальские строители не прекратят работу, но будут трудиться с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора и регионального департамента строительства и жилищной политики. Для обеспечения безопасности и снижения рисков распространения инфекции вводятся новые правила работы в период режима повышенной готовности. Компании должны организовать трансфер сотрудников к месту работы, исключив при этом использование общественного транспорта, подготовить места приема пищи на территории строительной площадки и обеспечить доставку горячего питания. Организовать ежедневные медицинские осмотры и измерение температуры тела сотрудников. Все это позволит минимизировать риск для людей и продолжить решать задачи, которые сейчас стоят перед отраслью. Мы выполняем национальные проекты и указы президента. На территории округа строятся десятки детских садов, школ. Губернаторам округа поставлена амбициозная задача до 2024 года ввести в эксплуатацию свыше 1 миллиона квадратных метров. В большей части строительные процессы являются непрерывными. Поэтому в условиях распространения коронавирусной инфекции департаментом строительства принято решение о непреостановке строительных процессов на территории округа. Дмитрий Артюхов объявил об ужесточении правил въезда вахтовиков в округ. Они должны сдать анализы на коронавирус у себя дома за пределами Ямала. Затем необходимо соблюсти 14-дневную изоляцию, после чего повторно пройти тест на COVID-19. Только после этого можно отправляться на северные стройки и месторождения. В режиме повышенной готовности большинство учреждений работает дистанционно, но даже в этих условиях у жителей округа остается необходимость в государственных и муниципальных услугах. Одним необходимо получить паспорт, другим – оформить социальное пособие. Как быть, если ваш случай требует личного присутствия, а выходить из квартиры небезопасно? Специалисты МФЦ выезжают к пожилым людям на дом. Если ядерный чемоданчик – инструмент сдерживания, то черный саквояж специалиста МФЦ Юлдуз Кирейтова и вполне сойдет за переносной кабинет. Здесь все самое необходимое для работы на выезде. Компьютер с нужной программой, сканер и принтер в одном лице. А это две справочки на отсутствие судимости. Тоже проверяйте. Ранее специалисты работали на выезде только с инвалидами. Но как только стало понятно, что вирус беспощаден к тем, кому за 60 плюс было принято решение позаботиться и о них. Заявки на выездное обслуживание принимают по номеру горячей линии. 8 800 2115. Пенсионерам такая забота пришлась по душе. Конечно, удобно, чтобы не ехать. Во-первых, сегодня все на работе. Но это надо опять зятей опросить. Ну, короче, свои трудности. Ну и потом дорога сейчас закрыта. Говорят, что его новые не пускают. Не знаю, как насчет Карачаева. А тем более за 60 лет тут арест на месте и все. По словам специалистов многофункционального центра, услуга и без того пользовалась популярностью. А сейчас стало еще более актуальной. С начала года ей воспользовались 35 человек. С момента введения особого режима уже 11. И, вероятнее всего, количество обращений будет расти. Это наши расписки о том, что мы выдали вам документы. А это ваши справочки. Спасибо. Пожалуйста. В самом здании МФЦ сегодня немноголюдно. Принимая только по предварительной записи, клиентам предлагают продезинфицировать руки. Весь персонал в перчатках и масках. В зале даже сделали перестановку, соблюдая безопасную дистанцию между клиентом и специалистом. Для удобства и безопасности граждан мы предусмотрели несколько способов получения услуг. Самое безопасное – это получение услуг в электронном виде. Через сайт госуслуг, либо официальный портал ведомства. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись в госуслугах. Пошаговую консультацию заявители могут получить на горячей линии, организованной на базе МФЦ, позвонив по номеру телефона 8 800 2115, нажав клавишу 3. Сейчас, когда все больше услуг оказывается в режиме онлайн, на первый план выходит компьютерная грамотность. Ранее в МФЦ были организованы специальные курсы по ее повышению для тех, кому за 45. Сейчас обучение временно приостановлено. Но чтобы держать руку на пульсе, за каждым подавшим заявку закрепляют индивидуального волонтера. Они помогут заказать лекарства, записаться на прием к врачу и вызвать нужных специалистов для решения бытовых вопросов. Наталья Худяева, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс». Сегодня нет ни одной сферы, которая не столкнулась бы с последствиями коронавирусной инфекции. Безусловно, ограничительные меры, введенные в стране и округе, необходимы для снижения темпов распространения болезни. Вместе с тем, эпидемия коронавируса поставила под удар всю мировую экономику. Одними из первых последствий ощутили на себе малые и средние предприятия. Они наиболее остро реагируют на снижение спроса и нуждаются в помощи. Даже в этих непростых условиях Ямал стал вторым регионом после Москвы, кто разработал и принял собственные меры поддержки предпринимателей. Слово Юлии Шарковой. Студия йоги и фитнеса сейчас пуста. Директор Анна Бублик с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса, конечно, согласна. Вот только ее бизнес с 28 марта стал нести серьезные убытки. Существенные затраты на оплату аренды, а также кредит за реквизит для тренировок, сильно ударили по карману. Помогли меры поддержки, принятые правительством округа. Анне удалось получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей, заполнив заявку на сайте «Сохрани бизнес 89 РФ». Отправила заявку, со мной через несколько часов уже связались, с Алихардо позвонили, уточнили некоторые моменты, там подсказали, что еще нужно будет добавить. Потому что я вначале прочитала, я не допоняла тот пакет документов, который потребуется. То есть попросили дополнить. То есть я достаточно быстро все это сразу высылала, за сутки, наверное. И, кстати, помощь тоже так же быстро пришла. Новые реалии подталкивают и предприниматели идти навстречу друг другу и делать добрые дела. К примеру, в этой студии йоги и фитнеса преподаватели записывают бесплатные онлайн-тренировки и выкладывают их на своей странице в Инстаграм. А некоторые пошли дальше. Руководство ТРЦ «Славянский» в Салихарде отменило плату за аренду помещений. Мы видели решение правительства об отмене аренды на государственное и муниципальное имущество. И такое же решение приняли об отмене аренды и в коммерческом блоке. То есть наши арендаты на период закрытия комплекса, конечно, это был дифференцированный подход, но если в целом, то не платят арендную плату на период закрытия комплекса. Почему? Нам очень важно, чтобы они остались в этом бизнесе. На Ямале 18 тысяч малых и средних предприятий. В них трудится 55 тысяч человек. Предприниматели и арендаторы рады любой поддержке, как со стороны государства, так и со стороны арендодателей. Самое главное, что нам позволит это сделать, это сохранить нашу команду, которую очень тяжело сделать. Это сохранить тех ребят, которые с нами работают, которые нас полностью в данный момент устраивают. Накануне Владимир Путин выступил с заявлением о необходимости поддержать малые и средние компании, наиболее пострадавшие в условиях ограничительных мер. Это должна быть прямая, безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Правительство Ямала уже приняло ряд мер поддержки бизнеса. В частности, была уменьшена ставка по некоторым налогам. Всю необходимую информацию готовы предоставить операторы колл-центра по телефону горячей линии. 8 800 350 00 89. Юлия Шаркова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Северяне, как показывает практика, люди дисциплинированные и, когда это необходимо, готовы объединиться, чтобы справиться с общей проблемой. Сегодня нам диктуют условия коронавирус. Ограничительные меры и режим самоизоляции коснулись каждого жителя округа. В посёлках Пангады и Ханемей контроль усилен, там введён карантин. Как люди живут в этой новой реальности, расскажем прямо сейчас. Сидеть дома не значит скучать, уверен председатель Совета ветеранов Тазовского района Виктор Москвин. Как и многие, он сейчас не выходит на улицу без крайней необходимости. Считает, соблюдать режим самоизоляции в первую очередь должны люди старшего поколения. Это не повод потерять бодрость духа и забыть о физической форме. Каждое утро Виктор Николаевич делает зарядку, обязательно с гантелями, и чистит снег у дверей своего дома. Иммунная система у нас ослаблена. Давайте посидим дома. Тем самым мы сохраним здоровье своё, здоровье родных и близких. За несколько недель ямальцы уже успели приспособиться к режиму самоизоляции. Улицы городов и посёлков опустили, закрылись магазины, рестораны, домокультуры и библиотеки. Но жизнь не остановилась. Спортсмены каждый день записывают видео домашних тренировок и постят их в соцсетях. А творческие люди не только не скучают сами, но и не дают заскучать другим. Актёры ноябрьского городского театра запустили книготерапию и в домашних условиях декламируют отрывки из произведений. Скоро запустят новую акцию. На этот раз будут читать сказки. Ну а после самоизоляции зрителей ждёт премьера. Мы очень сильно надеемся, что в мае мы покажем нашу новую премьеру, которая в принципе уже была практически готова. Я надеюсь, что в скором времени мы встретимся с нашим любимым зрителем. Конечно же, мы уже соскучимся. За теми, кто отказывается соблюдать режим самоизоляции, следят полицейские. Они регулярно отправляются в рейды и разъясняют загулявшимся жителям, что покидать жильё можно только в случае крайней необходимости. Мы профилактируем это ежедневно, разносим листовки в связи с тем, что есть люди, те, которые заболели у нас уже. И, соответственно, как говорится, предупреждаем всех жителей, чтобы не было нарушений с их стороны и без причины не выходить из дома. На боевом посту и все экстренные службы. Тушить пожары и лечить людей надо вне зависимости от пандемии. Большинство социальных служб перешли на работу в режиме онлайн. Даже встать на учёт по безработице или подтвердить данный статус теперь можно через интернет. При этом количество обращений в центры занятости меньше не стало. Каждый день от ямальцев, которые желают трудоустроиться, поступают сотни звонков. В ноябрьске вырос спрос на услуги социального такси. Среди пассажиров исключительно люди с ограниченными возможностями здоровья. При этом коллективные заявки общественники отменили. Возят людей поодиночке. Мы как поставщики социальных услуг попадаем под указ президента и относимся к организациям, которые не останавливают свою деятельность, потому что наша деятельность относится к сфере социальных услуг и является непрерывной. А вот большинству ямальских предпринимателей свою деятельность пришлось приостановить. Закрылись торговые центры, кафе и парикмахерские. Но многие не опустили руки, а напротив выражают солидарность со всеми. Занимаются благотворительностью. Так, в Новом Уренгое после закрытия одной из кофейн осталось много продуктов. Из них приготовили десятки блинчиков и бургеров. Горячую еду развезли многодетным, пожилым и всем, кому сейчас особенно нужна помощь и поддержка. На прошлой неделе гостиницам и автосервисам было разрешено вновь открыть свои двери. Правда, общение с клиентами сведено к минимуму. Те, кто имеет непосредственный контакт с людьми, работают в масках. Ну что, я думаю, наше правительство заботится о том, чтобы мы не заболели. Конечно, вот. А так, для предпринимателей я слышал, что будут налоговые льготы. Но налоги я все заплатил уже, как говорится, и спи спокойно. Особая ситуация в Ханымее и Пангадах. Здесь введен карантин. Но сами жители поселков уверены, если соблюдать все правила, болезнь скоро отступит. Да, есть, может быть, некоторые неудобства в том, что выйти нельзя. Как говорится, запретный плод сладок, хочется подышать. Но мы надеемся, что все это прекратится. И мы обязательно всей семьей, когда все будет спокойно и хорошо, выйдем на прогулку. Мы уже друг другу пообещали, что обязательно пойдем, может быть, в лес сходим. Самоизоляция мера вынужденная, но необходимая, уверены ямальцы. Северяне как могут поддерживать друг друга в соцсетях. Многие решили стать волонтерами и разводят продукты нуждающимся, а кто-то шьет такие нужные сейчас маски. Активисты уверены, трудности, с которыми пришлось столкнуться сейчас, временные. А человеческая доброта и взаимопомощь – это навсегда. Павел Прожогин, служба новостей, «Импульс». Единый волонтерский штаб, созданный в Новом Рингое, с каждым днем принимает все больше заявок от граждан, которым требуется помощь на период самоизоляции. Звонки поступают на федеральный номер 8 800 234 11. А затем распределяются по тем населенным пунктам, откуда они поступили. Добровольцы готовы принести продукты, купить лекарства, погулять с собакой в зоне особого внимания. Ветераны Великой Отечественной войны. Продолжение темы в сюжете. После, когда вы приобретаете все необходимые лекарства, вы звоните заявителю, сообщая о том, что мы сейчас подойдем. Документы, деньги и необходимые инструкции получены. Первая группа волонтеров, вооружившись масками, перчатками и антисептиками, отправляется исполнять задания. Пожилой женщине необходимо купить лекарства. Чем чаще в штаб поступают заявки, тем больше работы у активистов. У добровольцев есть еще одна миссия – обойти ветеранов, узнать об их самочувствии и передать продукты. О своем визите предупреждают заранее. Пакеты складывают на стул у двери. Заходить в квартиры строго запрещено. Это ваше. Это мое. Это ваше, да. А то продукты. Продукты мне. Да, представительства, главы Чеченской республики, да. Продуктовые наборы для ветеранов Великой Отечественной подготовили представители Чеченской национально-культурной автономии. В увесистом пакете – все самое необходимое. Крупы, рис, гречка, масло растительное, курица, картошка, морковь, лук. Все, что может понадобиться человеку для самоизоляции. Недельно будем обзванивать их и уинтересоваться, все ли у них хватает, все ли в порядке. Ветераны рады и подарку, и короткому общению. Ираида Мильшина приглашает гостей в дом, но, понимая, что им заходить не положено, с порога пытается вести разговор. Сама она в изоляции держится бодро, ежедневно делает зарядку и не падает духом. Ну, я нормально сижу, я с палками хожу по 400-500 раз. Я через каждый час стою, а потом стою, что-то такое. Я как начинаю руками, ногами, все, она по приседаю 20-30 раз. Ничего, стараюсь, это 92 года, ничего еще не хожу. Отдельные пакеты со свежей выпечкой. Ее приготовила для седых защитников индивидуальный предприниматель, владелец пекарни «Ремесленный хлеб». Постоянно она выпускает хлеб и дает его ветеранам. Однако сейчас, в период пандемии, так как необходимо соблюдать режим самоизоляции, людям пожилого возраста лучше оставаться дома. И именно вот здесь на помощь приходят волонтеры, которые готовы привезти этот самый хлеб. Сегодня единый волонтерский штаб в Новом Уренгое объединяет более 200 человек. Добровольцы готовы принять в свои ряды всех активных и неравнодушных – и горожан, и предпринимателей. Если предприятие какое-то хочет выступать в роли партнера в данной акции, ему необходимо подать заявку на сайте «Мы вместе» в разделе «Хочу помочь». Там заявочка короткая, в принципе, нет ничего сложного. Необходимо заполнить наименование организации и какую помощь вы готовы осуществлять. Далее эту заявку о помощи передадут нам в Уренгое. Волонтерский штаб. И далее я уже буду связываться с человеком, который хочет осуществлять эту помощь. С каждым днем в единый волонтерский штаб поступает все больше заявок. Но это не беда. Главное, что есть люди, которые готовы их исполнить. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс». К благому делу подключились ямальские единороссы. Они организовали социальную акцию «Северяне против коронавируса». Как отметил секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников, нуждающимся жителям округа будут приобретены и доставлены продуктовые наборы. Школьникам из малообеспеченных семей подключат интернет. Медиков обеспечат горячими обедами. Средства на акцию выделили члены «Единой России», депутаты и сторонники партии. Поставщиками продуктов и горячего питания станут местные предприятия. Таким образом, малому и среднему бизнесу округа тоже будет оказана реальная поддержка. Сегодня, как и вся страна, Ямал переживает достаточно непростое время. И в регионе, как и во всей стране, вы знаете, объявлен режим повышенной готовности. В стране увеличивается количество заболевших COVID-19. К сожалению, есть и потери. Волонтерский центр в связи с пандемией коронавируса объединил уже около 300 участников во всех муниципалитетах нашего субъекта. Сейчас мы значительно расширяем меры поддержки, которые будут оказываться всем нуждающимся. Запускаем акцию «Северяне против коронавируса». Настоящие северяне всегда придут на помощь. Мы своих в беде не бросаем. Наши волонтеры будут не только оказывать услуги доставки продуктов, лекарства на дом, но и собирать продуктовые наборы и товары первой необходимости для тех, кто нуждается в нашей поддержке и помощи. Семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5000 рублей. Она будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Деньги положены и тем семьям, которые уже полностью израсходовали средства по сертификату. Дополнительная финансовая поддержка в связи с пандемией коронавируса предоставляется из федерального бюджета и не уменьшает размер материнского капитала. Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов владельцам сертификатов предоставлять не нужно. В случае необходимости пенсионное ведомство само запросит нужные сведения. Деньги перечисляются ежемесячно. Заявление необходимо будет подавать один раз. Но в зависимости от возраста ребенка уже будет устанавливаться период, за который будет происходить перечисление. Вообще идет речь о сумме в 15 тысяч за 3 месяца на каждого ребенка. Данные вопросы можно семьей заняться до 1 октября. То есть спешки никакой нет. Если есть острая необходимость, пожалуйста, хоть сейчас заходите на сайт и подавайте заявление. Если время терпит, пожалуйста, до 1 октября. Долгое вынужденное нахождение дома не повод для безделья. Очень многие в условиях самоизоляции не просто не забросили спорт, а стали им заниматься чаще. Перешли на удаленную работу и на варенгойские фитнес-центры. Инструкторы запускают спортивные онлайн-марафоны и через видеосвязь дают задания своим подопечным. Не остались без спорта и школьники. Физкультура теперь проходит на дому. Тему продолжит Юлия Шаркова. Итак, составная разминка. Разминаем наш локтевой сустав и голеностоп. Между инструкторами Новоуренгойского фитнес-клуба чуть более полутора метров. Все как положено в режиме самоизоляции. Вот только дома эти девушки остаться не смогли. Многочисленные просьбы от посетителей сподвигли руководство запустить онлайн-марафон. Теперь ежедневно они записывают комплекс упражнений с комментариями и отправляют в мессенджерах участникам. К марафону присоединились и новички. Те, которые давно хотели пойти в зал, но не решались. То есть очень часто бытует мнение, что я сначала дома похудею, а потом приду в зал. Вот как раз таки пришло их время. Помимо того, что мы даем план тренировок, мы еще прописываем питание, мы скидываем всякие полезные рецепты, то есть ПП-рецепты, как дома можно сделать самомассаж, маски для лица, чтобы не только наше тело, но и лицо, и внутренний мир тоже развивался. В одну такую тренировку входят разминка, силовая часть и растяжка. Пять раз в неделю. Участники марафона держат обратную связь с тренерами. Свои занятия тоже снимают. А затем следует разбор техники выполнения. Не удастся филонить и школьникам. Их комнаты стали на время домашнего обучения и спортивным залом тоже. Виктория Березовская помимо основных уроков физкультуры еще занимается по многочисленным видео, которые сейчас в интернете в свободном доступе. Такие онлайн занятия проводят известные фитнес-тренеры. Все равно дома нечего делать. У нас есть физкультура в школе, нам высылают видеоуроки по ней. Мы занимаемся, но также кроме этого хочется привести себя в форму. И дома, кроме уроков, в принципе, нечем заняться, поэтому и дома я тоже занимаюсь. Если силовые, там около получаса. Если растяжка, то от часа до полтора. Контроль в этом деле очень важен, считают педагоги. Так что свои занятия школьники тоже снимают и отправляют учителям. Сотрудники импульса тоже частично на самоизоляции. Домашний спорт стал для нас делом привычным. Это действительно полезно и он занимает время. Ну а в отсутствие реквизита на помощь приходят подручные материалы. Не только фитнес-тренеры, но и психологи неоднократно выступали с заявлениями, как важно в этот период не отлеживать бока на диване, а заняться физической активностью. Выброс энергии не даст впасть в депрессию, не позволит вам сорваться на своих домашних. Наш СММ-специалист Данил Шевченко – кандидат в мастера спорта по боевому самбо. Дома любят и просто побоксировать с невидимым противником. Выйти на улицу нельзя, поэтому приходится придумать какие-то новые площадки для тренировок. Поддерживать себя в форме можно, а вот с достижением каких-то серьезных результатов, конечно, придется подождать. Я, конечно, спортсмен так себе. А вот Иван Фролов, ведущий «Утро на импульсе», явно скромничает. Дома он тренируется каждый день. В обязательной программе отжимания, пресс и, конечно, йога, чтобы оставаться в гармонии с самим собой и наслаждаться жизнью даже на самоизоляции. Вообще, домашние тренировки стали уже неким челленджем. Но у «Урингуэйца» активно выкладывают видео своих маленьких спортивных успехов в социальные сети и призывают присоединиться к ним тех, кто еще пока этого не сделал. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, Николай Александров. Служба новостей «Импульс». Самоизоляция – непростое для всех испытание. Особо тяжело усидеть дома маленьким горожанам. Уже и гаджеты не кажутся им такими привлекательными, как раньше. Хочется движения, новых впечатлений и эмоций. Но даже сейчас есть дети, которые каждый день надевают нарядные костюмы и отправляются в театр. Ничего, что постановки проходят онлайн, зато всегда в главной роли – их любимая бабушка. А мини-спектакли каждый раз удивляют и дарят настоящую радость. Продолжение темы в сюжете. Итак, мы начинаем? В её театре всё по-настоящему – реквизит, декорации и звонок, после которого начинается представление. Где-то там, в другой части города, удобно усевшись на диване, её мини-спектакль смотрят любимые внуки. Мы договаривались с детьми заранее, что для малышей это будет самый настоящий поход в театр. То есть их нарядили, их посадили на диван, им сказали, что сейчас будет представление в театре у бабушки Юли. Режим самоизоляции лишил Юлию Морозову большой радости, привычного общения с внуками. Долгие разговоры по телефону не в счёт. Они не заменят привычных игр и веселья. Как человек деятельный и творческий, она решила стать бабушкой на удалёнке и создала свой домашний мини-театр. В её репертуаре известные произведения в собственной интерпретации. Теперь сказка приходит в дом к её любимым малышам каждый день без опоздания. Приехали в город Житомир. Носильщик. 15 номер. Везёт на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонку. А сзади ведут собачонку. Помимо багажа Самуила Маршака, дети уже посмотрели историю про бегемотика-неуклюжика, который жил в Африке и любил путешествовать. Есть и новые задумки. А реквизиты всегда под рукой. Мягкие игрушки, лоскутки тканей и шкатулки. Даже спичечный коробок, обклеенный яркой бумагой, может сгодиться для очередного представления. У нас в семье уже более 15 лет живёт вот этот львёнок. Он, правда, не такой лохматый по жизни. Но на момент чтения стихотворения он превратился в того самого лохматого пса, в которого превратилась собачка нашей дамы. Например, диван был сделан из деревянной шкатулки, кстати, которую подарил внук. Здесь так и написано «любимые бабушки». Послушав сказку, внуки тут же рисуют её героев, готовят поделки и отправляют фотографии бабушки. И с нетерпением ждут новой постановки. В следующий раз их ждёт сюрприз – театр из чемоданчика. Обклеили, обшили, вот кружавчиками сейчас обработаем какими-нибудь. Домашний театр – самый лучший. Здесь не надо стоять в очереди в буфеты, гардероб. И места в зале можно выбрать самые лучшие. И всё же и Юлия, и её внуки мечтают о том дне, когда самоизоляция закончится, и они смогут играть вместе. Как и прежде. Наталья Худяева, Людмила Завгородняя, служба новостей «Импульс». Цените то, что выше материального. Сегодня православные верующие отмечают Пасху, но с оглядкой на режим самоизоляции. В новоуренгойских храмах службы прошли без прихожан. Мы вели прямую трансляцию литургии из Богоявленского собора. Обращаясь к пастве, правящий архиепископ Салихардской и Новоуренгойской епархии Николай отметил, новый вирус – это испытание, и его нужно выдержать с верой и Божьей помощью. Будем просить Бога о том, чтобы дорвался нам здравие, долгоденствие, и будем сами трепетно беречь этот бесценный Божий дар. Из дней скорбных таких мы должны с вами вынести благие уроки для себя и научиться ценить то, что выше материального. Это вера, надежда, любовь, верность, терпение, смирение. И тогда, братья и сестры, в нашей жизни тоже высияет свет. Свет Христового Воскресения, который высиял после страдания, крестной смерти и воскресения. Так обязательно и в нашей жизни высияет солнце победы над вирусом, над нашим несовершенством, победа над нашими слабостями. С чистого четверга у местных пекарей шла пасхальная страда. Для того, чтобы прихожанам не нужно было освящать выпечку в храмах, служители церкви окропили святой водой сдобу и муку, из которой она изготовлена прямо на производстве. Как это было, расскажем прямо сейчас. В помещении, где всегда пахнет с добой и горячим хлебом, священник Александр Колесников совершает православный обряд. Сначала молитва, на неё собираются все работники пекарни. Потом окропление святой водой продуктов, из которых будет изготовлено основное блюдо для праздничного стола. Главный ингредиент – мука. Её понадобится сотни килограммов. Мы заранее приготовились для освящения всех продуктов. Муку – самый главный ингредиент, чтобы получились в этом году куличи освященными. Впереди у хлебопёков несколько дней напряжённой работы. Только в этой пекарне планируют произвести примерно 5000 куличей. Для сдобного теста не жалеют яиц, масла, молока. Светлое Христово Воскресенье немыслимо без особой выпечки. А её будет несколько видов. Пасха – это пасхальный хлеб, который стоит из творога. Творог обязательно присутствует в Пасхе. Поэтому пасхальный хлеб должен быть в каждом доме на столе. И кулич как десерт. Украсить кулич не менее важно, чем его испечь. Белая глазурь не только несёт смысловую нагрузку, символизируя начало новой жизни, но и помогает дольше сохранить выпечку свежей. А яркая посыпка, украшения из мастики придают изделию особую красоту. Частицу себя, частицу того вкусненького праздника, который в детстве был когда-то. В этом году прихожане будут лишены радости осветить пасхальную снедь в храме. Но окроплённые прямо в пекарне святой водой куличи и продукты, из которых они будут изготовлены, наделяют сдобу особым праздничным смыслом. Господь, как мы видим, милостью к нам, как говорится, своей любовью, что мы имеем возможность на пекарне или в других местах осветить те пасхальные снеди, потому что человек не только духовный, но, как мы знаем, и материален. Он может быть в магазинах, приобрести уже освященные куличи, то есть разговеться и возблагодарить Бога за ту милость, за те щедроты, за ту любовь, которую Господь нам проявляет. Ввиду мирового поветрия, как называют коронавирус священники, изменён привычный порядок богослужебной жизни. Церковь призывает всех православных встретить светлый праздник Пасхи дома. К тому же импульс проведёт прямую трансляцию службы из Богоявленского собора. Конечно, мы понимаем, что для многих это станет личной духовной трагедией, но мы должны здесь в первую очередь назидаться словами Иисуса Христа о том, что наша любовь, она в первую очередь проявляется в заботе и любви о наших ближних. У нас у всех есть близкие родственники, которые, некоторые находятся в преклонном возрасте, и если человек, например, не боится заболеть сам, рассуждает, ну, переболею, ничего страшного, то он должен понимать, что сам-то он, может быть, переболеет, и может быть, может быть. С ним ничего страшного не случится, но он может принести страшную беду тем людям, которые его окружают. Освящение куличей и крашенок, отмечают священнослужители, можно провести и самому. Для этого достаточно пропеть «Тропарь воскресения Христова» и со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» окропить святой водой пасхальную снедь. Ксения Белозёрова, Людмила Завгородняя, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Сегодня помимо светлой Пасхи наш регион отмечает ещё одну дату – День ямальских СМИ. Вот уже 28 лет «Импульс» знакомит новорингойцев с самой актуальной и проверенной информацией о жизни города, округа и страны. За это время изменилась многое – и техническая сторона, и подход к подаче информации. Менялся и коллектив. Постоянным остаётся одно – люди, которые приходят в нашу команду. Они делают качественный продукт для вас, наши любимые телезрители. Давайте узнаем, как сейчас живёт «Импульс». Вот в этом здании на площади 1400 квадратных метров ежедневно идёт непрерывный процесс. Съёмки, монтажи, обработка информации, написание текстов, воплощение самых креативных задумок. Итак, новую «Импульс» здесь делают телевидение. Сейчас на телеканале «Импульс» выходит более десятка различных проектов и телепрограмм. Информационные, развлекательные, музыкальные, спортивные. Ведущие работают в прямых эфирах и создают выпуски новостей. И всё в формате HD, чтобы зритель видел изображение в наилучшем качестве. Но это сейчас, а раньше работать приходилось совсем в других условиях. Руководитель редакции информационных программ Наталья Худяева помнит те времена. Я застала времена работы с кассетами. То есть это было... Прежде чем поехать на съёмку, ты должен был прийти к диспетчеру, он тебе выдаст кассету, спросит, куда ты едешь, там отфиксирует себе этот момент. И когда ты приезжаешь к этому видеомагнитофону, на котором ты должен отсмотреть материал, такая очередь. Мне кажется, даже Богдан застал те времена. Богдан, ты застал те времена? Вот, да, мы с ним работали на кассетах. Прогресс не стоит на месте, и многое в работе тележурналистов упростилось. Но сама суть, конечно, не меняется никогда. Одни из главных создателей телеконтента – это те, благодаря которым вы сейчас можете видеть меня на своих экранах. С тяжёлыми камерами и штативами они подсматривают за жизнью города, а ещё научились ради хороших кадров и планов не отбрасывать тень и не отражаться в зеркале. Это, конечно, наши телеоператоры. И вот Николай Александров. Привет, Коля. Ребята, она, кстати, не выучила текст, она подглядывала физически в листочках. Нормально это, ну, все мы люди. Коль, ну расскажи, в чём ваша основная задача? Задачи вообще у оператора две. Первая – это максимально объективно любую ситуацию, любую съёмку показать со всех сторон. Вот, любое событие. Вторая – это попасть в те места, расположить камеру в те места, в которых обычный человек не бывает. Допустим, обычный обыватель, допустим, там крыша или как-нибудь снизу там, в общем, что-нибудь сделать необычное. Я 10 лет работаю, за эти 10 лет уже прыгал, стоял на крыше, едущего поезда снимал. Прыгал с вертолёта. Вертолёт не мог сесть. И мы прыгали в снег, чтобы отснять 503-ю полную стройку. Удачные, необычные кадры – это важно, но это лишь половина успеха в создании качественного продукта. Телевидение – это огромный сложный механизм. И каждый сотрудник здесь винтик, без которого работа целого канала может остановиться. Вот, например, монтажёры. Из сотни отснятых, разрозненных кусочков видео они создают цельные программы и сюжеты. Почти волшебство. Монтажёр – профессия, возникшая почти одновременно с появлением кинематографа в самом конце 19 века. Это ещё не было монтажом в современном понимании слова, но идея менять сюжет перестановкой ранее отснятого материала сформировалась уже тогда. И, собственно, дошла до наших дней. На самом деле, процесс монтажа – это тоже командная работа. Корреспонденты где-то подсказывают, какие кадры им нужны, где-то мы сами своим взглядом смотрим, что куда поставить. Ну, главное, чтобы на выходе получился продукт, который телезрители могли посмотреть, ну, как мини-фильм. Журналистика предполагает много задачностей. Одна из самых сложных, но при этом самых интересных ветвей тележурналистики является работа в прямом эфире. Импульс эту практику освоил очень давно. Это настоящий драйв, это эмоции, которые ты переживаешь сейчас, в данную секунду, в данный момент. И вот как актёры, артисты говорят, что они чувствуют дыхание зала. Вот на самом деле, я не знаю, как это объяснить, но действительно, когда ты в прямом эфире, ты чувствуешь зрительскую энергетику даже по ту сторону экрана. Казусов случается много на самом деле. Даже вот начиная с того, что прямые эфиры, которые мы ведём с городских больших мероприятий, это обязательно наши дорогие горожане стремятся попасть в кадр. Когда работают ведущие, сосредоточенно что-то читают, говорят какой-то текст, стараются, а сзади обязательно кто-нибудь подойдёт, помашет рукой или перед ведущими пройдёт. У нас несколько раз такое было. В жизни журналиста есть место и подвигу. Выпускающий редактор Павел Прожогин показывает благодарственное письмо за то, что однажды ему пришлось совмещать работу и спасение людей. Это было в 2010 году, было очень раннее утро, порядка шести утра. Мы услышали какие-то звуки, будто стрельба. Думаем, что такое, что происходит. Посмотрели, горит нежилой деревянный дом и пламя уже перекинулось на жилой. Я тогда выступал в роли не журналиста, а телеоператора. И я снимал, и в то же время, когда я уже там понял, что примерно картинку набрал, я помогал людям, то есть мы доставали вещи. В это время корреспондент, который был со мной, она успокаивала людей. Конечно, на «Импульсе» множество информационно-развлекательных проектов. Один из них – «Утро на импульсе». У ведущих задача максимум не просто разбудить людей, но и настроить их на нужный лад. Доброе утро, да. Это на самом деле уже привычка. Уже целый сезон мы будем новорингойцев. И даже встречаясь с людьми на улицах, неважно в какое время дня и ночи, всегда говорю «Доброе утро». Это уже просто традиция моя. Журналистика тем и уникальна, что приходится постоянно импровизировать. А еще ты никогда не знаешь, какие события придется освещать уже завтра. И в каких условиях работать. Новая реальность из-за распространения коронавируса внесла коррективы и в нашу привычную работу. Часть редакции перешла в режим самоизоляции и работает теперь дистанционно. Если я понимала, что я могу сделать сама, я совершенно не понимала, как это будут делать мои респонденты, которым нужно было отныне не просто говорить со мной в глаза, отвечая на мои вопросы. Теперь им надо самостоятельно записывать себя на камеру мобильного телефона, и видя при этом только сухой текст. Как бы там ни было дальше, мы точно знаем, что новости и тематические программы будут выходить. Ведь их ждете вы, наши дорогие телезрители. А это значит, что нет невыполнимых задач. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, Служба новостей, «Импульс». Это были информационные итоги недели. Встречаемся в следующее воскресенье. Берегите себя и оставайтесь дома. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова